хотите остаться красивыми на долгие годы тогда смотрите это видео до конца и вы увидите чем я занималась и что это лепестки роз я сейчас сделаю себе гидролат то есть розовую воду по самому простому рецепту которую я нашла на французском сайте вот посмотрите я собрала лепестки роз здесь у меня гранд вид ароматная внизу лепестки вот темы темные видите такие попадаются это лепестки розы безымянные которые вам показывала рассказываю что она очень ароматная здесь у меня пис я собрала листочки и листочки баланси и пару розочек лепестки из краун принцесса маргаретта то есть все розы абсолютно парфюмированные я надеюсь что мне вот этого количества да это не очень большой такой коробочка такая смотрите вот видите какого она размера вот мне хватит чтобы сделать гидролат я сейчас это поставлю в комнату мэгги потому что может это паучки какие есть букашечки пускай они вылезут за это время вот потому что они когда не на растение то им уже эти лепестки не нужны скажем так найду посмотрю рецепт вот на французских сайтах что они там говорят как делать но мне кажется это какая-то будет паровая баня и все и потом надо оставить и сделать вытяжку а может быть просто заварить не знаю я лично никогда не делала так что по технологии просто заваривала умывалась но она долго не хранится вот а сейчас чтобы сделать что-то более лучше итак друзья мои я сегодня в ожидании дождя поливают целый день уже целый день поливаю сад потому что ни одной капли здесь не упала но тем не менее утром посмотрите как знала сказали что утром нужно собирать питали пока нет солнца солнца у нас сегодня не было поэтому питали друзья мои девчоночки мои это вот эти лепестки роз я сейчас сделаю себе гидролат то есть розовую воду по самому простому рецепту которую я нашла на французском сайте они предлагают нам три варианта вот смотрите что нам нужно пропорции такие 100 граммов лепестков сначала мы взвешиваем лепестки потом их надо промыть я вот специально я же утром вам говорила что я вот их собираю если какая-то есть букашечка и кто они выползут за это время вот тем не менее видите они еще даже не подвяли но сказали их хорошенечко промыть взвешивать будем сухом виде естественно у меня посмотрите я тут чистила сад за одно пока поливала немножко обрезала вот такой вот собрала маленькой букетик посмотрите какой прекрасный здесь у меня розочка чипиндела хиноцея лавандочка вот это я не знаю растение и вот этот вот этот ли али от риуси для ли от риуси не знаю простите меня не запоминаю не знаю почему наверное не хочу вот поэтому смотрите пускай у нас стоит такой цветный букетик символический давайте сделаем красивую картинку значит нам надо 100 граммов лепестков роз это у меня розы все парфумированные я вам перечисляла предыдущем ролике вот нам нужно на банк нам нужен посуды стеклянная который держит герметически как бы крышку не подойдет банка с обычной жестяной крышкой то есть надо что-то чем-то закрывать чтобы не было металла скажем так значит нам нужно будет вот это вот баночка вот я взяла весы свои вот сейчас мы взвешиваем и потом я пойду уже мыть сами розочки лепесточки их значит все очень просто взвешиваем на 100 граммов на 100 граммов лепестков нам понадобится так а что ж я я ж не включила весы вот я молодец так включаем ставим на 0 и теперь взвешиваем так вам не будет конечно видно но я увижу я вам скажу так стараюсь что на дне какой песочек вот эти вот там всякие то он еще букашечка живая какая-то вон проползла ну ладно же остатки не буду значит у меня здесь ой послушайте даже 100 граммов нету 67 граммов значит на 100 граммов нужно а я думала слушайте здесь много ну вот 70 граммов а что мне еще насобирать она собирать мне больше нечего сейчас крутану головой конечно ну да 100 граммов я не насобираю в любом случае а black bakara не жалко ее обрывать она еще только-только начало цвести пускай подсветет правда же значит я сделаю на 100 граммов нужно 250 миллилитров а я на 70 граммов сделаю 200 миллилитров кипящей воды все пошла мыть листочки значит промываем хорошенечко я их тут уже конечно пошуровала вам чисто показываю что надо обязательно если кто будет делать девочки и написано первое что написано в статье написано что собирается только те розы те лепестки роз и бутоны это можно делать из бутонов представляете почему допустим все гидролаты вот я покупаю гидролат в биологическом магазине из дамасской розы там 250 миллилитров и там срок хранения короче 6 месяцев в холодильник и со дня открытия бутылочки стоит 690 и это самое дешевое что вот есть в этом смысле я нашла потому что обычно это стоит 12 евро вот на всяких на суп на марши таких вот право 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 в провансе во всяком случае они везде их продают тоже сворочную работают и вот вытяжку из лепестков роз я однажды покупала за 16 евро тоже ли это было жарко и такая жарище но мне никто не сказал что это нужно хранить в холодильнике да вот это надо хранить в темной бутылочке вот как их и продают темно-синего цвета я собираю эти бутылочки стеклян я их никогда не выбрасываю туда и перелью и короче купила я этот гидролат мне его так хотелось мне что-то показалось я его когда открыла дома он какой-то такой как кислинкой уже попахивает но видно тоже ездят с марши на марши не хранят в холодильниках вот магазине они все стоят в холодильниках в таких знаете как вот воду продают там кока-колу вот это вот все и что вы думаете я домой привезла начала пользоваться мне запах вообще не нравится вот то есть вообще мне не нравился запах и через несколько дней там ну через неделю например он взял и турнулся на турне это как ну испортился он забродил даже вы представляете мне так было обидно потом когда я уже начала либо ты покупаешь в где-то в магазинах в парафармазии все такое и как сказать там есть консерваторы то есть они продаются на полках без всяких холодильников и все вот консерваторами я покупаю вот я маски на них там делаю ну конечно же когда это вообще натуральное натуральное то это конечно же лучше так дальше что я сделаю я беру вот эту вот штучку центрофуга это вот для салатов что мы как бы отжимаем салат до чтобы лишняя вода ушла потому что зачем мне эта вода которую я мыла если я сейчас войду возьму у меня вода я брала надо либо дистиллированную воду но у меня ее нет у меня есть дистиллированная вода для глажки белья но не знаю можно ли ее использовать надо сходить посмотреть вот либо фильтр фильтрованную воду это у меня это я взяла у меня минеральная вода обычная вода меня рассматриваете сколько воды отошло здесь но здесь добрых до 30 миллилитров а я на все вот это богатство буду брать только 200 миллилитров кипящей практически кипящей воды я тоже чайник там нагрела сейчас вот смотрите все перекладываем в баночку естественно чистую стерилизованную ой какая вот слушайте вот только вот одно это да уже и они говорят но у меня к сожалению нет эфирного масла розы даже удивительно у меня есть все что хочешь вот но пишут что нужно масло розы не не масло лаванды там не масло лимона ничего не какое масло только масло розы можно добавить сюда вот оно достаточно дорогое даже которые не самое самое настоящая, которая там стоит вообще там по 45 евро 10 миллилитров. Вот. А даже самое такое обычное, самая простенькая, там с простой розой, наверное, оно стоит около 14-15 евро. Ну, и я так себе и не купила его. Вот, смотрите, я закрою, пока пойду за водичкой. Посмотрите, какая красота! Боже мой! Ещё на этом сайте я прочитала, что если роза светлая, да, то есть вода будет получаться, ну, такой простой, неколорированный, то нужно тогда, можно добавить несколько капель сока, внимание, красной свеклы. Вот дают. Ну, тем не менее, а помните девочки в сказке Морозко, да? Как там мачеха это своей дочке-то, злючке этой, щёчки-то красила чем? А бурочком-то свёклой! Вот так вот, девчонки. Так что сказка, сказка, как там говорят? Ой, забыла же, в сказке та-та-та-та-та-та. Ну, короче, есть быль в сказке. Всё, девочки, я забываю всё на свете. Это ужас. Сказка быль, а в ней намёк. Добрым молодцам урок. Посмотрите, тут 200 миллилитров воды, я не знаю, её даже здесь видно не будет. Как мне теперь в эти 200 миллилитров утоптать все эти мои розы? То есть, представляете? А что здесь? Вообще ничего не осталось. А что там настоится? То есть, ведь все эти будет совсем мало. Тут, наверное, грамм 50 только получится из этих розочек. Ну, сейчас я, конечно, сейчас покоцаю. Смотрите, как хорошо-то! Как хорошо! Слушайте, вот делаю этот себе, да? Как говорится, эликсир молодости. Потому что они на этот гидролат, они на косметику это не смывают. Надо косметику смывать маслами натуральными, и потом уже протирать можно тоником, вот гидролатами и так далее. Вот. И, значит, они пишут, для взрослой кожи это вообще панацея. Можно обрабатывать глаза, то есть, ничего не страдаем. Короче, и от морщины. Передает хороший оттенок кожи. Короче, чего только нет. Розовая вода, это нечто, это что-то с чем-то. Вы знаете, что я бы еще, что я сделаю? Я сейчас эту банку поставлю еще в горячую воду. Чтобы еще, как бы, ну что, она у меня уже практически остыла. Короче, я закрываю, и все. И через 12 часов, ну, завтра вечером, я его процежу, покажу, сколько пока получится, расскажу, чем пахнет, посмотрим, какого оно цвета будет. Так что, девчонки, у вас там, наверное, розы только-только начинают свисти, как следует. Собирайте, если они у вас не обработаны, и тоже делайте себе вот такие вот лосьоны. Можно и глаза протирать, можно замораживать, можно что хочешь. Ой, ну красота же какая, правда же? Я балдею, я балдею. Все. А меня это, я сейчас пойду делать смазку. Я сейчас пойду делать маску, и потому что меня прямо это все сподвинуло. Давайте вот сюда еще сердечко вот так вот положу, чтобы уже все было, чтобы уже было видно, что тут у нас уже любовь-любовь ко всему этому прекрасному, и мы тоже должны быть прекрасны. Ну вот, девочки мои, прошло больше суток, прошло двое суток, с тех пор, как я, посмотрите, заготовила свой лосьон из роз. Я не знаю, что там сейчас осталось уже, потому что у меня такое ощущение, что там остались одни лепестки. То есть надо было 24 часа продержать, а я продержала вот все 48 и больше, но я вчера поставила в холодильник, чтобы, не дай бог, не прокисли. Вот. Значит, у нас там было что? У нас было 100 граммов розовых лепестков и 200 миллилитров. У меня не было 100 граммов, у меня было 75. Значит, 200 миллилитров воды, кипятка. Теперь, посмотрите, нам нужно это все сбросить на морлечку и все это хорошенечко отжать до последней капли. Я там уже так упрессовала, за это время, что... Может, не знаю, что там и останется. Посмотрите, они изменили цвет. У меня такие были, они все розовенькие. Вот, у меня была пастушица и пахнет розой-розой, вообще розой-розой. Я, конечно, не знаю, что здесь останется в миллилитрах, может быть, 30 миллилитров. Мы сейчас все измерим, что получается со стакана кипятка. Значит, так, я залила их кипятком. Нужно обязательно, чтобы это была стеклянная посуда. Желательно, чтобы крышка была пластмассовая, а не железная. И потом я еще налила в миску воды кипящей и эту банку еще поставила в этот кипяток, чтобы как бы роза осталась еще как бы подольше в таком горячем виде. Вот, запах очень хороший. Прям вообще, естественно, что этот лосьон, как было написано, он хранится в холодильнике около двух недель. Можно добавить несколько капель эфирного розового масла. Именно розового, никакого там ни лавандового, ни лимонного, как они пишут, а именно розового. Вот, поэтому сейчас я это все буду отжимать. Наше богатство. Ух ты! Ох, запах стоит прям розой-розой. И лепестки розы эти я выбрасывать не буду. Я их завтра выложу в землю под сами же розы. Розу я собрала вся парфюмированную. У меня сегодня там спросила девочка одна, можно ли с любой розы сушить лепестки для того, чтобы заваривать чай? Ну, конечно же, можно, наверное. Но надо, чтобы роза была парфюмированная. Иначе вы будете пить чай запахом травы. Если нет парфюма. Конечно же, тут смотрите, сколько всего остается. Мама дорогая. Так, сейчас посмотрим. Ну, послушайте, ну, прилично получилось. Сейчас измерим. Я думала, будет меньше, если честно. А, посмотрите, какой насыщенный цвет, потому что у меня была роза. Вот эта вот моя, которая у меня без имени. Она настолько парфюмирована. И я собрала ещё Валенцию. Я собрала ещё Кроун, Принцессу, Маргаретта. Ну, всё, что у меня было парфюмировано в саду на этот момент, я всё собрала. Так, выливаем, измеряем. Ну, послушайте. Достаточно границы на это. Здесь у нас получилось 200 мл. Ой, не видно же вам. Так, сейчас давайте вот так вот поставлю. А ну, смотрите, получилось 200 мл. Как это? Потому что, видно, лепесток отдал всю свою влагу. Ну, замечательно получается, что с 200 мл кипятка, я же 200 мл залила, получается 200 мл этого шикарного тоника. Смотрите, я сохраняю вот такие вот бутылочки. Когда я покупаю розовую воду и воду из василька для глаз. Вот поэтому я сейчас перелью в эту бутылочку. Это я буду держать в холодильнике. И вот у меня стоит бутылочка в ванной комнате, которую я протираю каждый день. Я буду туда отливать понемножку. Все остальное, чтобы стояло при температуре, чтобы она не менялась. Холодильник. И, девчонки, у меня там еще есть немножко роз уже свежих. Буду собирать, посушить, буду делать. Мне очень нравится запах, конечно. Ну, а ощущения ваши эти я вам расскажу, когда буду умываться. И после всего этого макияжа, перед нанесением крема утреннего, или вечера, посмотрите, бутылочка получилась. Вам не видно? Видно? Под завязочку. И вот я здесь пометила Прованс. Ну, все. Короче, сейчас буду пробовать, и потом расскажу свои впечатления. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok